Все, короче, вместе, together, едем сейчас на границу с Израилем. Ну вообще, одной меня точно как бы не пропустят, скажут, что проститутка. А обратный билет у вас тоже уже есть? Нет, потому что хотят забронировать. Забронировать? Ну, в смысле, не знаю. Получился пиздец, по-другому это не назвать. Началась спецоперация. Я не в Украине, не знаю, не в Америке, в Израиле. Я уже 10 километров реально от границы с Израилем. Что-то мне подсказывает, что там будет потная катка. И сауна по-египетски. Она сказала мне, да, но нет. Конечно же, вы не о том подумали. Я не соглашалась. Я думаю, просто сфотографируемся. Конечно же, вы не о том подумали. И чтобы у вас все встало на свои места, посмотрите вот эту серию. Ссылка на просмотр предыдущего ролика вверху справа. Сперва лучше глянуть предыдущую серию, а потом продолжить эту смотреть. Ну что, я в Египте с Дашей. И развязка нашего прохождения границы с Израилем уже близка. Теперь осталось проговорить все нюансы и приступить к действиям. В общем, ты выбрала вариант поехать в Израиль. Но мы так с тобой еще и не порешали, как мы поедем. Мы поедем поодиночке, либо мы поедем вместе. Сейчас я расскажу, какие риски вообще есть, как поехать в одиночку, какие риски и как поехать вместе. На моей практике были случаи, когда девушки ехали одни самостоятельно. И им конкретно офицеры, прям чуть ли не в жесткой форме, говорили, что вы едете работать проституткой. Поэтому мы вас не допускаем. И причем аргументы любые касаемо у меня бронь отеля, у меня обратный билет, еще что-то. Просто им захотелось в какой-то момент подумать и сказать. Они так и сделали, и все. А у парней следующая проблема, когда я там еду или еще какой-то парень едет, не знаю, без разницы. Всех под одну гребенку тащат к тому, что мы едем туда работать. Просто и это может быть, как вот так, ты работать едешь. И он смотрит на человека, как он отреагирует. То есть тут важна психология. Если человек такой, да нет, я не работаю, то он такой, понятно, работать. Но а какой турист скажет, что типа, что вообще, адекват? Какой работать? Я приехал как турист. Ну турист все равно будет себя защищать. В чем проблема ехать, допустим, парами? Когда едут пары, тогда ответственность на двоих одинаковая. То есть, например, в нашем случае, например, твой пустой загранник, которому могут придраться. Сказать, а что, и почему именно Израиль? Пустой загран, почему именно Израиль? Либо второй вариант. Могут придраться ко мне. Но ко мне могут придраться, если уже начнутся какие-то более серьезные вопросы к нам. То есть, например, просмотр моего телефона или что еще. Ну, как правило, да, просмотр телефона. У меня весь телефон заполнен и надо будет серьезно его очистить, чтобы каких-то вопросов не было. Но все равно с пустым загранником люди едут. У нас большое прохождение. И поэтому это тоже как бы не проблема. Вот. У тебя вообще какие ощущения есть, вот, касаемо в голове выбора? Потому что даже у меня. То есть, я такой, типа, выбирай. Без разницы. Как поедем? Пофигу. Типа, я еду. А как я еду? Мне, типа, без разницы. Мне интересно, как у тебя в голове это происходит. Как ты думаешь на этот счет? Ну, вообще, одно меня точно как бы не пропустят. Скажут, что проститутка. Скажут, как ты имел в виду. Говорил. Не, ну почему? Может быть, какой-то лояльный офицер попадется, который реально подумает, что вот. И тут вопрос уже встает в другом. Он спросит, а сколько денег с собой? Ну, 600 долларов. У тебя сейчас есть 600 долларов? Сейчас нет. А сколько есть? Не важно. Ну, в общем, уже не 600 долларов. И от этого тоже могут быть проблемы. Потому что он... Ну, вдвоем же проходимость больше. Поэтому поедем вдвоем по-любому. Поделать фотографии на отдыхе. И я думаю, все хорошо, мы пройдем. Ну, то есть, как бы все эти риски списываются под надеждой, что все-таки вот наша схема будет работать. Просто если я буду одна путешествовать, ну, много вопросов начнется. Ну, это как-то странно, что одна девушка путешествует, тем более с пустым загранником, как-то очень странно. А если с парой, тем более вот мы были в Египте, сейчас мы в Израиль, потом еще куда-нибудь можно. Как бы такая легенда намного правдоподобнее. Да, действительно, такая легенда выглядит очень правдоподобно. Все-таки мой план въезда и консультация днем ранее Даши не прошла бесследно. И она запомнила все то, о чем я ей говорил. Короче, я поехал тестировать море, никогда не видел, там типа рыбки, все дела, короче, все будет красиво. Тут где-то градусов, наверное, 35, вообще в этом, 37 в Шарм-эль-Шейхе, а в автобусе 50. Просто вообще невозможно здесь выжить. А теперь пора легенду воплощать в жизнь. Во-первых, для хорошей истории нужно хорошо отдохнуть. Съездить на море, поплавать с рыбками. Сделать пару фейковых фотографий, как будто мупар. Во-вторых, сходить на завтрак, ужин. Ну не надо так делать. Ну ладно, ты же сделал. И продолжить фоткаться, фоткаться. Ну и самое главное, фотки в отеле и в номере отеля. Все же серьезно, мы типа пара для пограничников. На это у нас ушло как раз таки оставшиеся два дня, которые были у Даши оплачены. Ну а я оплатил свои два дня, чтобы на третий день мы вместе стартовали рано утром. Ну что, практически финальный рывок. Доброе утречко. Сейчас это выселился с отеля. Все, короче, вместе, together. Едем сейчас на границу с Израилем. Только вот надо таксишку поймать. О, таксомотор остановился. How much, bro, price for terminal station, bus terminal station? How much? How much? Как по юности с дому сбежал, так с тех пор не могу усидеть. Я на месте одном и не дня, в приключении все тянет залезть. Самый непроходимый маршрут, небо яркое скроет в дому. Кто сказал, что я не боюсь? Я боюсь, я боюсь, но иду. Прямо за мечтой провожать не стоит. С выводами багетты не нуждают жалости. Путает порой то деньги, то любовь. Но над этой пропастью только успеваю тормозить. Так, ну что, у нас отправление получается через 20 минут. Каждый день ровно в 9 утра ходит один автобус с этого автовокзала. Дельта как-то там, что-то там. Все вот так вот оставлено. Телефон-то, конечно, не знаю. Это отдых был бы у вас. Так, а вы сразу планируете в этот... В Иерусалим. В Иерусалим? Да. А это... А отель там вы бронировали или оплатили? Да, буду бронировать. Вы будете прямо оплачивать или просто бронировать? Нет, не смогу оплачивать. Почему? А, российская карта? То есть вы, получается, сейчас на автобусе едете, да, там часов 5 и потом... Что? Если меня отпустят... И потом сразу же и проходите? Да. То есть вы не будете, да, оставаться в этом городе маленьком, Таба? Сразу поедете? А вы что, остаетесь? Да, мы, скорее всего, останемся и, наверное, утром будем проходить границу. Ага. Да. Еще надо подготовиться, вот это тоже забронировать. И, наверное, утром поедем. А, обратный билет у вас тоже уже есть? Нет, вы хотят забронировать. Забронировать? Ну, в смысле, выкурировать. Я просто же не знаю, меня пустят, нет. Ну, да, я понял. Если пустят, то мне купят, а если не пустят, то... Зачем мне брать? Я просто не знаю. Нет, просто там логика такая, что... Билет нужен. Билет нужен? Да. А там уже разницы нету, впустят или нет. Потому что могут не впустить, если билета нет. Вот. Да. А куда? Где мне тогда попустят? Ну, как-то... Ну, я понял. Вообще делают, типа, билеты... Амман... Так, да? Амман и дальше делают? Иордания дальше, да? Нет. Мы, в общем, сделаем, получается, отель в нескольких локациях. Даже, возможно, обратные билеты, скорее всего, в Турцию. Потому что... Ну вот, и хорошо будет. Да, потому что у меня есть ВНЖ, и мне его нужно как бы забрать. Вот. И... Мы едем дальше, получается, путешествовать. Ну ладно, короче, как у тебя вообще настрой касаемо всей этой движухи? Ты же первый раз вообще за границей, верно? Угу. Ну, я поехала сама в Египет, проходила границу. Вообще спокойно, на самом деле, очень. Все так спокойненько было. И, в принципе, в Израиль ехать мне вообще не страшно. То есть я прям... Я очень хочу. Но если мы не пройдем, это, конечно, очень грустно будет. Но у тебя проходимость хорошая сейчас. Ну и все, поэтому... Я спокойна, на самом деле, очень. Мне даже весело. Как-то новые путешествия, какие-то новые знакомства, работа. Ну, новые локации. Ну, это круто. Круто. Блин, ну вот когда с таким подходом вообще кайф, потому что... А с каким еще надо? Потому что, да, есть люди, которые прям боятся, трясутся. Даже я вот сейчас отчасти не то, что боюсь, сколько просто чувствую вот эту ответственность. Я буду бояться на границе, когда мы будем именно там. А сейчас, ну... А что переживать? Ну, не пройдем, будем думать что-то другое. Все. Ну, в общем, как-то так. Ну, в общем, я все равно переживаю, потому что чувствую ответственность. И... Ну, твой телефон, да. И придется телефон очень долго чистить. Вот. Ну что, тогда... Тогда сходимся на этой идее, что все-таки до конца вместе. Да, да. Да, всю жизнь. Все, приехал автобус наш. Сейчас будем ехать. Часов пять. Надеюсь, там будет кондиционер. Но что-то мне подсказывает, что там будет потная катка. И сауна по-египетски. Плюс 37. А в автобусе еще больше. Ну, посмотрим. Получается, с нами на весь автобус две русские... А, ну, со мной. Да, две русские девушки. Нам предстоит проехать на автобусе с города Шарм-эль-Шейх в город Таба, на границе с Израилем. Ехать ориентировочно 5-6 часов, расстояние 215 километров. Для себя я тогда уж решил. Остальные пусть поют для писюх. Я ж всегда буду петь для души. Звезды падают звонам монет. Всех, кого уважал, я жил. И тебе, брат, отдельный совет. Не ведись, коль собрался идти. Прямо за мечтой провожать не стоит. Свободами пакетик, не нуждаю жалости. Путает порой и то деньги, то любовь. Но над этой пропастью только успеваю тормозить. Короче, остановочка. Спустя 2 часа купил там воды и прочее. Что я могу сказать, друзья? Спасибо большое, что вы так активно мне на протяжении 3 лет писали в WhatsApp. Я прям не нарадуюсь вашим сообщениям, потому что я уже 2,5 часа удаляю диалоги. Причем даже не точечно. Блядь, автобус без меня поехал. Все, тамам, погнали. Тамам. Вот, короче. Что такое? О, не договорил. Наснимал? Да, до меня чуть не уставили здесь. Почему? Да, вот. Воу-воу-воу. Это вода? Да, вода и это печень. Печень. Я даже не хочу ничего шатать. Короче, 2,5 часа удаляю диалоги, причем даже не разбираясь, что там в них, просто закрываю. И я уже 2,5 часа потратил, просто чтобы закрыть диалоги. Примерно вот так это происходит. Просто вот так. Два с половиной часа. Творец. Два с половиной часа. Просто в меня. Все. Примерно. И я уже получился. Примерно. Творец. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я с местными попытался поговорить по-английски на своем ломаном Они говорят, что не знают ничего Вот, поэтому... Поэтому не знаю даже сейчас, что делать Но границу сейчас проходить точно не вариант Хочется в отеле посидеть немножко после дороги и так далее Может где-нибудь, знаю, хостелы? Есть ли такое? Я, честно говоря, сам турист Я подожду жена вот этого 100 долларов на всех вас? Нет, я поэтому и говорю Одно место Да там даже не переночевать, а просто остановиться До вечера, например А, ну вы тоже не верите Мы дальше просто Если до вечера, вы можете просто вот так вот прямо идти и на пляж А, и там могут как-то погружать? Там как бунгалы такие Ага, да, да, я видел Можно такое договориться? Просто переночевать или просто пересидеть Не, ну нужен еще интернет А друг друга нам ограбят? Не, ограбят не Беларусь А вы откуда пройдете? Беларусь В России В России Понятно Даже не знаю, что он подсказал А как вы через Азербайджан пришли? Нет Через Шерми Шейх О, а где Шерми Шейх и где вы? А вы сейчас в Азербайджан? Мы уже тут Ясно Я пойду еще пройду, что страшно Давай Что там в России? Ну в России все хорошо Да? А вы тут отдыхаете? Да А, прям тут конкретно? Нет, мы уже отдохнули Сейчас в Израиле А, вы в Израиле живете? В Израиле А, я понял А в Айлате не такой разве отдых? Еще дороже Еще дороже? Да Поэтому вам выгодно То есть 100 долларов это недорого Ааа Поэтому вам выгодно 100 долларов суженным недорого Поэтому нам сказали Выгоднее сюда Ну там Там в Айлате как в Майами, да? Примерно Ну и я имею ввиду Для израилетян Что типа курорт такой Ну Хороший В Айлате нет Вот мы сейчас собираемся В Айлате А, сейчас в Айлате? Да Мы хотели поэтому тут Просто остановиться Не на ночь там А просто вот остановиться На время Так вы можете выгладить Если вы переходите в Айлате В Айлате на пляже можно спать Там очень много стоят Как караваны И там можно просто так же переночевать Интернет там есть От любой гостиницы Вайфай лобби А потом куда? По путешествиям и в Россию Тут так жарко Просто вот идешь И кожу обжигает Жарой еще от асфальта Видимо Примерно Градусов 40 плюс Вот что-то такое Очень жарко И нам сейчас Предстоит пройти Где-то километр В непонятно какую сторону Чтобы определиться с отелем Чтобы какое-то время Пересидеть Спокойно Как бы В общем Подготовиться К прохождению границы Отдохнуть Вот Потому что Дорога была долгая А вон она Походу граница Вон она Вам не видно Но там все в заборе Аааа Ша Эть Уже скоро Скоро уже Купил вот такую Какую-то питу Но очень похоже Что-то между Мексиканской И Шаурмой Стоит 75 Их местных Тубриков Я единственное Только знаю Что Что это где-то 4 доллара Вот эта вот Эта штука 4 доллара стоит Нормально В принципе Есть можно Единственная проблема Что у меня Долларов нету Сейчас дед Душит Куда-то В какой-то отель Самый такой Недорогой В Салах-1 Какой-то Просто Сейчас границу Проходить Вообще не вариант Надо Надо переодеться Ну расслабиться Как-то Не знаю После дороги Вот сразу Решили не идти Поэтому Едем в отель Салах-1 В обратную сторону От границы Нам вообще-то Израиль Израиль Израиль? Ага Сегодня 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 У нас Сегодня Доброе утро Сейчас Доброе утро От границы Доброе утро Угу Угу 100$ Угу В Угу 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 Так я не тебе Фото А Угу Алис? Мэйзи 18 долларов 18 долларов И это нормально Это нормально Это Андрей Это Гуля И мой 5 Можно я возьму это? А Я хочу еще 16 долларов Так, получается мы втроем Я Мадам, которая со мной едет, девчоночка И еще одна мадам, которую мы просто подобрали где-то Вот сейчас втроем заселились 20 долларов с человека Был вот так Благо не вальтом 20 долларов с человека Примерно километров, наверное, 10 до границы с Израилем Сейчас тут ночуем Завтра выдвигаемся Вот Сейчас надо помыться, умыться 20 долларов нормально, потому что все остальные отели 100 долларов за один номер 100 долларов Тут еще более адекватная цена Комната на двоих стоит 40 долларов Комната на двоих 40 долларов На троих 60 Получается вообще что-то разницы нету Короче Пофигу Получается эту бабенку выручаем Она меня тоже сейчас выручила Кстати У меня размена нету Она мне 100 этих местных тугриков дала Вот Теперь мне надо ей как-то давать Короче Короче Гуд Сейчас будем готовиться Завтра будет финалочка Финальное, как это сказать Возвышение, да, как на Эльбрусе Вы поняли Даже не знаю как сказать Но случился пиздец По-другому это не назвать Началась спецоперация Не в Украине Не знаю Не в Америке В Израиле Я уже 10 километров реально от границы с Израилем И сейчас я захожу в интернет Чтобы последние какие-то моменты решить С моим прохождением Как я вижу новости Что Израиль начал войну против сектора Газа Причем Всегда Израиль говорил Что мы не воюем ни с кем Пусть на нас нападают Мы будем отбиваться Но чтоб мы воевали 10 километров от границы Израиль начинает войну Я не знаю как это описать Потому что Окей Типа новости разные есть Но мне уже начали мои подписчики Скидывать в инстаграме Что они находятся в Израиле И даже им страшно Во-первых Сейчас мобилизуют армию Израильскую 25 тысяч человек Во-вторых Сам Израиль делает нападение На сектор Газа Они засыпают ракетами Уверяя Что там есть Какие-то точки Куда нам надо бить Сектор Газа В ответ отвечает Уже Уже вот сейчас Разворачивается Полноценная Какая-то у них Войнушка И прикол в том Что это все происходит Как раз таки На юге То есть Можно работать На севере Израиля А я еду сейчас С юга Израиля На севере все спокойно На юге Вот это вся кипиш Весь этот замес И я сейчас еду на границу Мне уже все родственники написали Типа не стоит наверное ехать Потому что война Подписчики говорят Что там Мы хотели в Израиле Теперь мы не понимаем Мы боимся Я как бы не боюсь Но Это не очень приятно Могут просто не пропустить Ну типа Если у них спецоперация О каком туризме может идти речь Эхли Ахли 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 Новосевская Аллах 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 Закла кляб вот я еще дальше пока ничего не говорил и скорее всего не буду ничего говорить чтобы не вызывать какую-то панику я ее особо не знаю вдруг она слишком такая как сказать переживающих начнет волноваться не лишнее волнение не нужно потому что это все окажется прохождение границы поэтому первый раз такое на моей памяти чтобы израиль сам начал спецоперацию до этого такого не было и уже выпущено более 200 или 300 бомб на израиль ракет 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 вот на самом деле это не весело людей в израиле заставляют узнавать где их бункер и чтобы прятаться во время бомбоубежки я читаю telegram посты там информация поступает для людей которые находятся в израиле типа прячьтесь в такие-то такие-то бомбоубежище в такое-то в такое-то время этот хамас или камаз они ну отправляют вести в израиль что типа мы вас будем бомбить сейчас вот как то так на сегодня мой путь подошел концу единственное о чем хочу попросить вас чтобы вы сделали на моем месте а 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 Субтитры сделал DimaTorzok